итак дорогие друзья все мы начинаем мы начинаем 90 юбилейный урок что слишком билинде 90 урок мы начинаем все отлично так всем привет и сейчас из-за того что все время в переездах разбить в разъездах альбина доброе утро так тони каффман шалом я уезжаю сегодня улетаю в германию буду в ближайший шаббат с божьей помощью в городе карлсруя в уравина юделевича мыши юделевич талмид хахам мой друг мы когда-то вместе с ним учились в ешиве в одной и он сейчас раввин общины в карлсруя карлсруя вот такой город и значит буду шаббатом из-за того что я сейчас буду в разъездах да все время переезжая там ехать с места на место то я я буду стараться в 10 быть в каком-то месте и проводить урок но если нет я буду стараться в 10 выкладывать кого в какое-то видео прямо 100 новое видео 20 минут это все равно каждый день учусь мне неважно в разъездах или нет я сам лично каждый день учусь и здесь я буду да вот поэтому я буду или будет прямой эфир или в 100 буду выкладывать видео 20 минут на блин и дар блин и дар это без обеда я так планирую без рата шем с божьей помощью что я смогу каждый день в что-то делать чтобы не прерваться ну в общем друзья все мы продолжаем а мы продолжаем сегодня нас 90 урок 90 урок уже прям 90 если я чувствую как как будто мне 90 лет до 90 урок 90 лет и значит мы продолжаем 13 глава 13 глава и значит вот смотрите вот эти книжка тут я удобная с книжкой 13 глава 13 глава 4 отрывок 4 отрывок начинается с того что мы прошли что сын может быть хохамом мудрецом вторы только если папа его заставляет а папа может быть это еще метафора бог заставляет потому что вот я встречал сейчас казахстане с одним моим знакомым он 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 не еврей но он религиозный такой вот человек и он всю жизнь чувствует как бог его ведет и он знаешь он как бог его ведет не в том направлении вернее как он начинает идти не в том направлении бог его джжж так прямо его настолько он его наказывает да и с каждым разом все сильнее и сильнее мне было очень интересно как у него тоже заметны вот эти вот этапы в 26 лет 26 это число значения имени бога в 26 лет и вот сильно шарахнуло и он стал уже прям конкретно он там в монастыре на какое-то время ушел он не еврей он такой религиозные как не еврей и в общем значит поэтому можно 13 глава 1 отрывок по по понять так что бен хохам сын хохам он сын становится хохамом мудрецом тора который понимает что жить надо по божественным заповедям да через мусар а вам мусар это наставление отца да а насмешник есть люди которых вот мы первой главе бог говорит если я вас буду наказывать а вы будете на насмехаться и говоришь и все случайно так насмешник он не будет он не слышит никакого вещевания это мы уже проучили просто напоминаю хорошо друзья все мы сейчас находимся в четвертом отрывке четвертый отрывок очень такой он имеет прямое отношение к к обычным людям к обычным ситуациям это такая психологический закон торы метава в айн на вшо а цель метава то есть метава это вот давай это вожделение значит вожделеет в ва айн и нету на вшо для его души лентяй то есть лентяй он хочет но ничего у него нету да не получается в нефеш харутсим нефеш душа харутс это такое быстро это есть ленивые а есть наоборот быстрый энергичный ты душан а нефеш это животная душа это тело вот этих вот энергичных таких а энергичных быстрых людей ты душан а дэшин это урожено будет как урожайная да то есть будет у него урожай что мы отсюда видим первое что мы видим что вожделение есть у всех причем у ленивых их не меньше чем у тех которые двигаются но просто ленивый он не может себя заставить действовать он не может себя заставить работать он лежит на диване ему хочется, но он вот так вот встать, себя заставить он не может вообще теперь душа Харусим энергичных и быстрых, она будет наполняться сегодня я утром бегу, значит утреннюю пробежку я вернулся в Киев, отлично пробежал сегодня утреннюю пробежку значит бегу, а я еще так бегу я бегу вначале по ровной кстати, сегодня вообще был такой момент я бегу, выбегаю из подземного перехода, там есть одно такое место и там не должны машины ездить и вот я выбегаю, я как-то сделал шаг, я мог бы сделать два шага быстрых, но я сделал один шаг и передо мной прям пролетает машина то есть если бы я сделал еще один всего лишь шаг меня бы сбила машина прям реально, прям вот про и она не должна была там ездить, я там бегаю постоянно это как по набережной, это тротуар был вообще, и я такой думаю слава богу, вот все эти как бог хранит вообще, слава богу, бегу, прям радуюсь так, слава богу, прям реально сильно радуюсь этому, и тут, значит, останавливается вторая машина трассы, и выбегают, два таких амбала бегут ко мне, значит, огромных, и кричат, ицхак, ицхак, там все, подбегают они ко мне, все, сфотографироваться, и спасибо кричат, спасибо вообще, нам так помогло, вот, прямо все, и один самый такой амбал, он кричит, я, говорит, живу на 25 этаже, я, говорит, после ваших вот этих вот книг, там, видео, всего, я начал пешком ходить на 25 этаж, я, говорит, пешком взлетаю, жена, говорит, что с тобой, что ты такой стал, а он прям орет, два, то есть, это харутсим, это энергичные они такие, да, а есть люди, которые, которые лентяи, вот, реальные, конкретные лентяи, ему ты говоришь, послушай, ты должен тренироваться, не может человек быть лентяем, не должен человек быть лентяем, а он, ну, говорит, да, типа, да, и не заставляет себя вообще, вот тут написано, что лентяй у него не будет, он будет вас желать, он будет хотеть, ему всем хочется, да, он хочет хорошей жизни, хороших там, всего он хочет лентяй, но он лежит на диване, а тот, который харутс, нужно себя заставлять, утром встал, зарядка, подышал, побегал, это обязательно, человек должен заниматься спортом, он должен, вот это вот написано, есть в Торе прям конкретная заповедь, Бог сказал, охраняйте очень ваши нефеши, это вот эти вот животные души, надо их охранять, сохранять, и так далее, то есть, это заповедь из Торы. Хорошо, дальше, значит, пятый отрывок, пятый отрывок, дальше мы переходим в духовную плоскость, и царь Соломон нам говорит, что двар шекер и сна цадик, то есть, слова обмана ненавидит цадик, прям ненавидит цадик, то есть, шекер, обман, это искажение реальности с умыслом сделать зло, то есть, если разобраться, что такое шекер, это когда человек обманывает, и он искажает реальность, чтобы сделать зло. Не обязательно зло, он может шекер говорить без зла тоже, но он, шекер, обман, это искажение реальности. Теперь интересно, что есть два слова, есть шекер, есть эмет, эмет это истина, шекер это обман. Если мы посмотрим, как на иврите пишется слово шекер, шин, рейш, кув, рейш, все эти буквы, они вот такие, они стоят на одной точечке, на палочках, да, такие. Шекер сходится внизу на одну точечку, кув, это внизу палочка, рейш, это такая палочка, да, согнутая. Значит, они, шекер, она не может стоять, то есть, это все буквы неустойчивые. И для того, чтобы, а эмет, слово эмет, истина, алиф, это первая буква алфавита, она стоит на двух ногах такая, да, внизу, на двух опорах. Мем, она стоит на двух опорах, тав, она стоит на двух опорах, на ровных таких, да. Причем, что интересно, алиф, это первая буква алфавита, тав, это последняя буква алфавита, мем, это средняя буква алфавита. Эммет – это очень устойчивая конструкция, истина. Она стоит очень на сильном фундаменте. Шетер – это неустойчивая конструкция. Поэтому все пропагандисты, идеологи и так далее, обманщики, они говорят, что для того, чтобы обман сработал, то он должен быть очень смешан с правдой. Он должен быть частично смешан с правдой, тогда этот обман будет восприниматься. Понятно, да, идея? Значит, цадик. Кто такой цадик? Цадик – это тот человек, который старается во всем идти по божественным заповедям. Бог установил – это добро, это зло, это делай, это не делай. И цадик, преодолевая свою природу, он стремится к тому, чтобы выполнять божественные заповеди. Теперь он ненавидит шетер, он ненавидит обман. Понятно, да? Вэраша, явишвэ яхпир. Значит, раша – злодей, он позорит, и яхпир тоже там другая форма, он, ну, стыд и позор, как говорят. Знаете, вот когда кто-то плохо что-то делает, такие бабушки говорят, стыд и позор, стыд и позор. Вот это вот явиш – это буша, это позор, яхпир – это тоже позор. Ну, разной формы. Значит, что делает раша? Он всех позорит и позорит. Что это значит? Значит, это значит, что он говорит о других людях гадости. Рахилут. Рахилут – это сплетни. Он собирает сплетни. О, вы знаете, вот этот вот… Это было очень смешно. Я когда стал религиозным человеком, значит, я стал религиозным, приехал в Еживу, в Израиль. Я общался, мне повезло, то есть я на своем пути религиозном, вот с самого начала, встретил людей настоящих цадиков. То есть людей святых, вот Изя Кога, например, в Москве, Рав Александр Айзенштадт, у которого я учился. То есть у меня были такие рабоним, люди, которых я встречал, олицетворяющие, которые Тору, они были реально святые люди, по-настоящему верующие. Потом мне повезло в Израиле, Равыц как Зильбер, я познакомился, один из 36 праведников, заслугу которых существует мир. И для меня, как бы, была религия Тора, это, ну, это святость, да, настоящая. Теперь приехал я в гости там в Израиле к одному человеку, я его знал в Москве. И он мне начинает рассказывать про какие религиозные они все там, они по публичным домам ходят. И такое. Я ему говорю, не может этого быть. А он до пятни какие-то начинают истории. Я говорю, ты хоть одного видел такого религиозного? Лично сам. Ты видел личного? Он говорит, я лично не видел. Я говорю, а как же ты можешь это утверждать? Да, все говорят, что ты это сам, вот фотография. Я ему говорю, тоже обман. Журналисты обманщики все, говорю. А если даже, говорю, человек переодетый в религиозную одежду, зашел в публичный дом, это значит, что он не религиозный. Это значит, что он просто переодетый в одежду религиозного, но сам он не религиозный. Это ничуть не меняет моего отношения к религии и к верующим людям. Потому что если человек по-настоящему цадик, то он цадик, он делает только святые вещи. Если он, то есть, я говорю, какой мне смысл слушать, сказали, перерассказали и так далее. То есть, это все как раз, значит, вот я не могу сказать, что я тогда уже был цадиком, но двор шетер и сна цадик. Обман ненавидит цадик, а злодей он все время позорит, он собирает эти сплетни, он про других людей говорит гадости и так далее. То есть, это признак злодея. Теперь, дальше, шестой отрывок. Цдака Тицор Тамдерах в Риша Тесалев Хатас. Значит, здесь такая вот система у нас есть, да? Сейчас. Смотрите, значит, есть у человека, у каждого из нас есть путь, по которому человек идет. Как это работает? В Торе есть очень важный закон. Давайте я переведу в начале отрывок, потом объясню. Значит, цдака. Цдака это, мы знаем слово цдака, это справедливость. То есть, мы уже знаем вот это. Цедак, цдака. Значит, справедливость. Самое близкое слово. В Тицор Тамдерах. Значит, когда человек стремится к цдате, он делает вот эту справедливость и хочет ее делать, она ему создает и сохраняет его чистый путь. Чистый прямой путь. В Риша злодейство. Когда человек делает вещи, которые называются злодейством, то, что Бог назвал злодейством, да? Тесалев Хатас, она, как бы, искривляет его путь. Выражение. Сейчас. Тесалев, от дыркова. Тесалев это, ну, искривляет, ухудшает, да? Килкуляет, а, ну, портит, да? Значит, смотрите, здесь что нам объясняется? Нам объясняется вот этот главный принцип, по которому вот система работает. Это очень интересно. Смотрите. Вот есть человек. Человек, он все время находится в неустойчивом положении. То есть человек каждую секунду времени, он находится в состоянии, как матрешечка такая, да? То есть нет ни одной секунды, когда есть состояние устойчивости. Когда человек спит, может быть, у него есть устойчивость, но он, как бы, это, он не осознает себя, когда спит, да? Он просто спит. Мы сейчас это не разбираем. В состоянии бодрствования человек все время находится в состоянии, когда его что-то, что-то его выбивает из вот этого вот равновесия. И он стремится все время вернуться к равновесию. То есть даже когда просто ты стоишь, если взять физиологию, физический план, то ты все время, как бы, представьте, конструкция такая, которая на шарнирах. И она все время, особенно при ходьбе, при движении, она все время норовит упасть. Закон сибирного отяготения. И внутри включена все время сила, которая возвращает человека в ровное положение. Теперь дальше. Возьмем другой, я сейчас пока на физиологическом уровне показываю, да? Значит, у человека, у него каждую минуту он потеет, потеет, у него выходит вода. При каждом выдохе у человека выходит несколько грамм воды вместе с кокпар, да? То есть он обезвоживается. И вот он обезвоживается, обезвоживается, через какое-то время у него включается программа, ему надо попить водички, вернуться в равновесие. То есть вернуть водный баланс, да? Теперь еще через какое-то время он энергию палит, 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 палит энергию, у него заканчивается энергия. Значит, ему нужно покушать. Теперь, а еды, например, нету, у него дальше заканчивается, заканчивается, заканчивается энергия, включился предохранитель, жир начинает у него сжигаться. Ну, жир специально был в запас на такой случай. Оп, опять у него чуть есть энергия, но он продолжает искать еду. И у него уже мозг работает только на поиски еды. То есть у него все системы включены на запахи, на все такое, чтобы вернуться в состояние, это называется гомеостаз, мне кажется. То есть состояние равновесия. Теперь переходим в духовную сферу. В духовной сфере человек все время что-то ищет. Каждый человек все время что-то ищет. И у него включена внутри потребность, у человека включена потребность к выживанию. То есть сохранение безопасности. Он ищет все, что связано с безопасностью. Безопасность, она есть физиологическая, безопасность есть отношения с другими людьми. И на автомате он ищет как бы ему быть в равновесии с другими людьми, чтобы не бояться, что с ним будет дальше. То есть этот человек ищет вот этот внутренний стержень равновесия. И поэтому религиозный человек ему легко нашел этот стержень. Он уверен в Боге. То есть если ты зацепился за Бога, да, все типа, я знаю, у меня есть Бог, который меня держит, мне нечего бояться. Я, как написано, эфтах вело-эфхат. Я положусь на него, я не буду бояться. Да, это религиозный путь. Когда ты в свою безопасность, ты прицепляешь к Богу. Теперь, ну, есть у человека, у каждого есть, ну, это же, представляете, в этом как раз человек и отличается от всех остальных. Человек-творец, создатель. Главное сотворение, главное создание, это когда ты придумываешь тот путь, по которому ты хочешь идти. Тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. Но вот это вот момент creation, момент создания, куда ты идешь, создание вот этого образа внутри, да. То есть визуализация, создание образа, куда я иду. Это как раз один из самых принципиальных, важных моментов в жизни человека, да. И вот, когда человек-цадик, он живет, он принял на себя, что есть добро, есть зло, и Бог сказал, что вот это добро, а вот это зло. То он стремится идти к добру. И тогда его путь, который он выбирает, его ведут по этому пути. Написано, что кто хочет очиститься, ему помогают. Кто хочет запачкаться, ему не мешают. И человек, который стремится к добру. Вот тут написано, от здака тицор там дера. Когда ты делаешь добро, то есть делаешь здаку, помог кому-то, хочешь делать добро, это все относится к здака, да. Справедливость, то есть ты стремишься к добру, к истине, к правде, к свету, к торе, к таким позитивным всем вещам. А на тицор там дера. Это тебе создает чистый путь. Потому что мы уже учили в Мишле, много на этот счет. Например, мы учили. На всех своих путях познавай его Бога, и он выпрямит твои дорожки. То есть и много других. Тот, кто полагается на Бога, будет его окружать. Или, например, мы учили уже в третьей главе, что Положись на Бога всем своим сердцем, И так далее. То есть очень много есть отрывков, что если ты идешь в сторону Бога, Он начинает тебя по этому пути вести. Так вот, Араша, злодей, он говорит, секундочку, Мне то, что Бог сказал, не волнует, не интересует. Добро, вот это вот все заповедит, молитва, там какие-то торы все эти ваши, оставьте. Я стремлюсь к чему? BMW X5. Все, вот моя цель. Я вижу себя, как я еду на BMW X5 по дороге, И все мне завидуют. Ну, к примеру, вот моя цель, все. Я не говорю, что он злодей, это нейтральная такая цель. Нет ничего плохого ехать на BMW X5 по дороге. Но если он стремится к чему-то украсть деньги, Потому что он рассчитывает на эту BMW именно украсть деньги. То есть он до этой BMW, он путь себе проложил, Через то, что он деньги украдет, это уже злодей. Если он собирается украсть деньги. И это, тогда он стал злодей. И его весь путь, вот к этой вот краже, BMW и так далее, Он его приводит куда? В тюрьме. Тюрьма, сложности, общение с такими же людьми, как он. Потом он украл все, он купил BMW, он ее разбил. Ну, там и так далее. Вся эта темная сторона, она реально темная. То есть те люди, которые идут по темной стороне, Они же сами друг с другом зацепляются. То есть там очень-очень интересно, что... Ну, я наблюдаю, как у людей жизнь происходит. Есть люди, вот, например, там в Казахстане нас встречал, Один человек, но он, вот есть такое слово, Тамим, у меня Ильишан даже сказал, Тамим. Вот он добрый такой, он духовный, он хочет помогать. Он ездит этим детям, помогает, сиротам. И вот на него смотришь, он такой светлый, сияющий.